Чарльз Гилфорд. Умереть ночью. Она не слышала выстрела. Этот выстрел раздался далеко, где-то на верхнем этаже темного обшарпанного склада. Расстояние и стены заглушили звук. Но риф вовсе и не вслушивалась. Даже выстрелы были ей теперь безразличны. Что ей было до чужой жизни и чужой смерти? Для нее имела значение лишь своя жизнь и своя смерть. Своя жизнь, с которой она прощалась, и своя смерть, которая ее ждала. Риф смотрела на реку. Река текла у ее ног, черная, бездонная, почти бесшумная. Слышался лишь плеск воды, шелестящий около ферм причала. Риф знала, что течение в реке быстрое, но обманчивая ласковая тишина и чернота реки манили, звали к себе. Там, под мерцающей поверхностью, отражавшей далекие городские огоньки, там были тишина и покои. Риф сделала шаг вперед. А в это время с верхнего этажа склада спускался по деревянной лестнице мужчина. Его каблуки отстукивали по ступенькам, но это его не беспокоило. Место было безлюдным. Если на верфи кто-нибудь и был, и не услышал выстрела, то звука шагов он и подавно не услышит. Только Риф могла бы услышать эти шаги, но она смотрела на черную воду у себя под ногами. Она стояла уже у самого края причала. В ее маленьких красивых ушах блестели в темноте дешевые сережки. Ей незачем было даже бросаться в воду, стоило лишь наклониться вперед и потерять равновесие. Ботинки мужчины отстукивали уже по бетонному полу нижнего этажа. Заскрепела отворяемая дверь. Мужчина переступил через порог, огляделся кругом, убедился, что его никто не видит, и вышел наружу. Как раз в этот момент Риф, собрав все свое мужество, наклонилась над водой. Ее дешевые сережки, описав в темноте дугу, как огоньки брошенных сигарет, погасли, и Риф погрузилась в воду. Всплеск был слышен громче, чем до того выстрел. Мужчина, который вышел из склада, увидел, как она упала в воду. Увидел блеск ее сережек. Понял, что это женщина. Всплеск затих, и ничего больше не было слышно, даже бульканье. Река все текла, бесшумно и безучастно. Мужчина неспеша двинулся к причалу, стараясь держаться в тени. Его ботинки негромко отстукивали по скрипучим доскам причала. Наконец, словно нехотя, он подошел к краю и наклонился над водой. Его глазам, которые привыкли видеть в темноте, нетрудно было различить в воде девушку. Конечно, не всю. Над грязной, зловонной водой белел лишь овал ее лица, точно лилия на душистом пруду. Прежде всего, он, конечно, подумал, если она хочет умереть, то почему она не перевернется и не окунет лицо в воду? Почему она хочет продлить себе мучения или ей приятно умереть, глядя на звезды? Такие мысли обязательно должны были прийти ему в голову, потому что смерть была его профессией. Он не раз и не два видел, как люди умирали, как они яростно боролись со смертельной агонией, отчаянно цепляясь за жизнь. А вот теперь перед ним был человек, который сам хотел умереть. Минутное ослепление, порыв, видно что-то вроде этого. Обычно ведь люди не умирают по своей воле. Но что бы он ни думал, тело его напряглось, и он наклонился над водой. Он еще не решил окончательно, что ему делать, а его руки уже действовали автоматически, и он забыл, что убийство – это его работа. Его тело реагировало так, как будто он был обыкновенным, законопослушным гражданином. Движения его неожиданно сделались быстрыми и энергичными. Он скинул пиджак, бросил его на причал, затем снял с плеча ремень с кобурой, затем ботинки. Он нырнул в воду ласточкой, и его руки сразу же перешли на быстрый, уверенный кроль. Он был хорошим пловцом, и девушка не успела даже понять, что к ней пришли на помощь. Когда он схватил ее за руку, она пыталась сопротивляться, однако он, казалось, этого ожидал. Он быстро ударил ее по лицу обратной стороной ладони. Она не потеряла сознание, но почувствовала себя точно в тумане и покорилась. Он начал буксировать ее к причалу, и она не противилась. Скорее наоборот, ее охватила какая-то смутная радость. Кто-то заботится о ней, кому-то есть до нее дело, кому-то не наплевать, погибнет она или нет. Когда они добрались до причала, он знал, что ему делать. Конечно, он ей помог, но взобралась она на причал сама. Он вылез за ней следом. С обоих текла вода, и сначала они не могли ничего сказать, только прислушивались к тяжелому дыханию и шелесту воды у себя под ногами. «Это было глупо, девочка!» – сказал он наконец. Он назвал ее девочкой, и это обрадовало ее. Обрадовало, что он выбрал именно это слово. Конечно, она молодая и к тому же маленького роста, но ведь уже не девочка. «Мне, наверное, надо вас поблагодарить», – ответила она, имея в виду скорее то, что он сказал, чем то, что он сделал. «Не трудись», – буркнул он. Вот к такого сорта разговору она привыкла больше. «Ладно, не буду», – сказала она. «Но почему вы вмешались не в свое дело?» Он неопределенно хмыкнул и, не отвечая, сел и начал надевать ботинки на мокрые носки. Затем поднял ремень с кобурой и надел поверх мокрой рубашки. «Вы полицейский?» – спросила она. Он слегка улыбнулся. Она плохо видела его лицо в темноте, но он вроде бы был интересный мужчина. У него широкие плечи и он, конечно, очень сильный. «Ну и что же вы со мной будете делать?» – спросила она. «Сдадите меня в полицию?» «Я с полицией знакомства не веду», – сказал он. «Но вопрос к месту. Что мне действительно с тобой делать? Может, отвезти тебя домой?» Она покачала головой. «Нет у меня дома. И адреса, и адреса. Может, лучше всего бросить меня обратно в воду? После всех моих трудов?» «Нет, девочка, я привык свои дела доводить до конца». Он резко взял ее за руку. Взял так крепко, что сопротивляться было бессмысленно. Она послушно пошла за ним. У нее не было выбора. В воде она потеряла туфли, и было больно идти босиком по булыжнику. Он этого не понимал, или же просто ему было на это наплевать. Он шел очень быстро, и ей поневоле приходилось к нему приноравливаться. К счастью, шли они недолго. Из темноты перед ними возник дорогой автомобиль с сиденьями из плотной кожи, которым не повредит мокрая одежда. Сидеть в машине было мягко и удобно. Только вот холодный ветер врывался в окна и чуть не приморозил к ее продрогшему телу мокрое платье. «Тебя, наверное, можно сбросить в штабе армии спасения или что-нибудь в этом духе?» – спросил он после долгого молчания. «Какая разница?» – отозвалась риф. «Или ты собираешься при первой возможности вернуться назад к реке?» «Может быть». «Вот это-то мне и не нравится. Если уж я позаботился, чтобы спасти кого-нибудь от смерти, так он не должен умереть. Точно так же, как если я...» Он осекся и замолчал. Больше он ничего не сказал за всю дорогу. Они въехали в фешенебельный пригородный район, и машина затормозила в темноте перед чистым красивым домом. «Мы в таком виде», – сказал мужчина, – «что лучше пройти черным ходом. Надеюсь, никто нас не увидит». Он взял ее за руку и провел через огромный гараж в полуподвальном этаже к большому грузовому лифту. Они поднялись наверх осторожно, бесшумно, как взломщики. По пути им никто не встретился. Лифт остановился на седьмом этаже, и Риф прошла следом за своим спасителем по длинному коридору, устланному толстым ковром, заглушавшим шаги. Мужчина достал ключ и отомкнул дверь, затем щелкнул выключателем. Риф не могла сдержаться, чтобы не вскрикнуть. «Ой, какая шикарная у тебя квартира!» «Это не моя», – ответил мужчина. «Это квартира одной моей знакомой. Ее зовут Диана. Сейчас ее нет в городе. Она добрая девчонка, так что побудь пока тут, она ничего не будет иметь против». Риф сделала, что он ей велел. Она прошла в просторную и изящно обставленную спальню, скинула мокрое платье, повесила его в ванной, завернулась в огромную пушистую купальную простыню и открыла платяной шкаф. Там она выбрала после долгих колебаний толстый теплый халат и пару мягких домашних туфель. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он. «Чудесно». Он принес кофе в большом серебряном кофейнике. Кофе был горячий, и Риф окончательно согрелась. Они сидели друг против друга за низеньким столиком и потягивали кофе. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Риф Реннард. Настоящее имя». Она кивнула. «Ты замужем, Риф?» «Нет». «Где ты работаешь?» «Я натурщица». Он поднял брови. «Ну и много на тебя понапяливали за последний месяц?» Конечно, он вовсе не думал ее обидеть, и все-таки услышать это было обидно. «Ладно», – сказала она, «ничего на меня не напяливали, и нигде я не работаю, мне приходится заниматься другим делом». «И вроде бы это дело тебе не больно нравится. Я терпеть его не могу». «Понятно. Ты очень красивая, Риф Реннард. Почему бы тебе не вернуться домой в свой милый тихий городок, к папе и маме, а потом выскочить замуж за какого-нибудь друга детских дней, этакого простого сельского парня, чуждого развратной цивилизации?» Она отрицательно затрясла головой, и сережки в ее ушах зазвякали. «Поздно. В этом-то все и дело, понимаешь?» Он то ли не понял, то ли сделал вид, что не понял. «Потому-то ты и прыгнула в воду?» Она кивнула. «Ясно. Стало быть, я теперь за тебя отвечаю». Он велел ей остаться и пожить день-другой в этой квартире, по крайней мере, пока она все не обдумает как следует. В квартире было, что поесть и что надеть. Диана вернется нескоро. Само собой, он будет иногда забегать. Она согласилась. «Как тебя зовут?» спросила Риф, когда он был уже у двери. «Мое настоящее имя?» «Неважно, какое хочешь, чтобы тебя как-то называть. Ладно. Джонни Конн. Какое смешное имя! Звучит как...» «Как что?» «Как у гангстера или что-то в этом роде?» «Девочка, у тебя разыгралось воображение». Когда он захлопнул за собой дверь, она прислонилась к стене и по ней пробежала холодная дрожь. Второй раз он назвал ее девочкой, даже после того, как она ему кое-что о себе рассказала. На минуту она даже забыла, какое у него смешное имя. Джонни Конн. На следующее утро Риф обнаружила, что, хотя Диана уехала, газеты продолжают поступать. В прихожей у двери лежал утренний выпуск. Ей нечего было делать, и она взяла газету. Поперек первой страницы шла шапка. Убийство на верфи. Убитого звали Ник Тейвнер. Ей это имя было знакомо, да и всем в городе тоже. Ник был главарем шайки гангстеров. Вернее, все были уверены в том, что он был главарем шайки гангстеров, но у полиции никогда не хватало доказательств для того, чтобы продержать его в тюрьме дольше, чем 2-3 недели. Ну, вот теперь-то полиции не о чем больше беспокоиться. Его убили, хладнокровно застрелили в верхнем этаже склада, находящегося на верфи. В газете перечислялись также помощники Ника, человек около 10, которых полиция собиралась допросить. Среди них был назван Джонни Кон. Риф сидела и ждала, что задребезжит звонок или зазвенит телефон, но никто не приходил и не звонил. В вечерней газете появились новые подробности относительно убийства Ника Тейвнера. Подозреваемых допросили, среди них Джонни Кон. Результаты допросов газета не сообщала, но никто не был арестован. Риф провела остаток дня, читая газету и думая о Джонни. И еще она долго сидела за туалетным столиком Дианы. Ей удалось привести в порядок прическу, которую вчера испортила грязная вода реки, и даже уничтожить круги под глазами. Джонни сказал, что она красивая и ей тоже так казалось. Сначала ей не хотелось надевать платье Дианы, но теперь она поняла, что ей идет голубое. И она сидела, одетая и причесанная, и ожидала Джонни. Он пришел около одиннадцати. Увидел ее в голубом платье, поднял брови и улыбнулся, скорее не ей, а своим мыслям. «А ты еще красивее, чем я думал», сказал он. Ей почему-то захотелось, чтобы он ее обнял и поцеловал, но он не сделал ни того, ни другого. Да, собственно, почему он должен это делать? Она для него никто, так или иначе, целовать он ее не стал. Он не стал ее целовать, может быть, и потому, что сразу же, как вошел, увидел на туалетном столике газеты. Он внимательно посмотрел на них, потом взглянул на Рифф. Он не стал притворяться. «Я чуть ли не весь день провел в полиции», сказал он честно. «Они, кажется, думают, что это я шлепнул Ника Тейвнера. Собственно говоря, фактов у них нет, и подозревают они меня потому, что у меня действительно были причины убить Ника, но у них руки коротки доказать, что я ночью был на верфи. А вот я могу доказать, что был в это время в другом конце города. Я всю ночь играл в покер у Чарли Планта». Он сел на диван и улыбнулся. «Ты уже нашла, где Диана хранит спиртное? Дай-ка мне чуть-чуть виски с содовой». «Я не знаю, где это». «Вон там», указал он, «это не молочный буфет, девочка, это бар, а у Дианы виски всегда только самое лучшее». Она кинулась смешивать виски. Когда она принесла ему стакан, он молча отхлебнул. «А сама не хочешь?» «Я не очень люблю виски», ответила она. «Тебе нужно иметь ясную голову, чтобы думать?» «Я уже достаточно думала». «Ну и что ты надумала? Хоть до поры до времени забыла о своих напастях?» «Да, верно. С тех пор, как я прочла газету, я не о себе думаю». «И о ком же ты думаешь, можно спросить?» «О тебе». Он улыбнулся. «А может быть, еще и о том, что у тебя голубые глаза и что поэтому тебе идет голубое платье?» «А если я только потому его и надела, что думаю о тебе?» «Если он ее и понял, то виду не подал». «А я и вправду сюда не очень торопился», сказал он. «Я был уверен, что ты уже ушла. Либо снова пошла топиться, чуть только я за дверь, либо утром прочитала газеты, сложила два и два и отправилась в соответствующее учреждение». Она села в кресло. «Ты говоришь об этом так спокойно? Если тебе все равно, что с тобой завтра будет, то чего ж бояться?» Он опять улыбнулся. «У него умные, понимающие глаза. А в них не было ни жестокости, ни угрозы. Он был вовсе не похож на гангстера. Если женщина подбирает платье, которое ей идет, значит, ей тоже не все равно, что с ней дальше будет», мягко заметил Джонни. Она постаралась сдержать раздражение. Не ей на него следовало сердиться. «Джонни, неужели ты думаешь, что я на тебя донесу? Все бывает. Но ты спас мне жизнь». «Верно. И это-то тебя останавливает, во всяком случае, пока. Не будь этого и, зная ты важные сведения про убийцу, ты бы пулей понеслась в полицию. Ведь ты же честная гражданка, которая уважает закон и оказывает всяческое содействие властям. Но, Джонни, ведь не пошла же я доносить? Знаю, если б ты пошла, детективы бы мне об этом сказали. Ты мне не доверяешь?» Он еще раз улыбнулся и ответил мягко. Он вовсе не хотел ее пугать. Он просто деловито объяснял, как обстоят дела. «В моем деле, если не хочешь загреметь в места отдаленные, никому нельзя доверять». Она чуть не заревела от отчаяния. Почему он не может ее понять? Были же у него женщины? Диана, например. Да нет, может быть, в этом-то все и дело. Как раз и были-то у него только такие женщины, как Диана. «Ну, а что ты будешь делать?» спросила она. «Раз ты мне не доверяешь, что ты теперь будешь делать?» «Об этом-то я и думал, Риф». Он перестал улыбаться, глаза его сузились. Он больше не называл ее девочкой. «Ты хочешь меня убить?» Он посмотрел на свой пустой стакан. «А ведь признай, неожиданно весело сказал он, это единственный способ обезопасить себя наверняка». «Ну и глупо», возразила Риф. «А как же те люди у Чарли Планта, которые заявили в полиции, что ты всю ночь играл с ними в покер, когда вправду ты их и в глаза-то не видел?» «Их ты тоже должен всех убить?» Он снова улыбнулся, но это была усталая улыбка. В ней не было радости и теплоты. «Ты все еще ничего не понимаешь?» «Чарли Плант и другие ребята, у них есть достаточно причин, чтобы делать мне алиби. Да дело и не только в этом. Я им могу верить, потому что они лгать привыкли». «Вот в чем между вами разница, ясно?» «Ты не привыкла лгать, ты честная девочка и у тебя есть совесть, а в нашем деле совесть, как гиря на ногах у бегуна, от нее одни неприятности. Это роскошь нам ни к чему». Ей захотелось подойти к Джонни, коснуться его, положить ему руку на лоб, погладить его по щеке. Вместо этого она сказала «Наверное, мне должно льстить, что ты так обо мне думаешь. Наверное». «А тебе не кажется, что это глупо?» «Что?» «Убивать меня, когда вчера ты столько сделал, чтобы меня спасти». Он смутился и не ответил. Помолчав, он встал, избегая смотреть ей в глаза, прошел к шкафчику и налил себе еще виски. «Почему ты меня вчера спас?» продолжала настойчиво спрашивать Риф. «Ты ведь только что перед тем застрелил человека, и нужно было, чтобы тебя на верфи никто не увидел. А ты вместо этого прыгнул в воду, чтобы вытащить меня. На это ушло много времени? Ты мог бы уже быть далеко от верфи. А ты рискнул своим алиби, чтобы спасти человека, которого до того времени в жизни не видел». Он повернулся к ней, держа в руке стакан. «Чего тебе от меня нужно? Ты хочешь ко мне подлизаться?» Она поглядела вниз на свое платье. «Не знаю, что вы не поделили с Ником Тейвнером, но это меня не касается. Может, он заслужил, чтобы его убили, но я думаю, что ты очень хороший парень». Он с треском опустил стакан на стол, расплескав миски, затем повернулся на каблуках, прошел через комнату и вышел. «Джонни!» позвала Риф, и он даже не обернулся. У нее возник план. Два дня, пока Джонни не приходил, она готовилась. Она подолгу сидела перед Дианиным трильяжем, старалась сделать себя как можно красивее для Джонни, и зеркало уверяло ее, что она преуспела в этом. Она всегда была красивой, потому-то и попала в силки, из которых не нашла позавчера другого выхода, кроме как в реку. Теперь шрамы и синяки уже начали исчезать. В зеркале рождалось новое лицо, почти светлое, с тияющими глазами и с губами ждущими поцелуев, поцелуев одного человека. И, конечно, каждый день она читала газеты. Убийство Ника Тейвнера до сих пор не сходило с первых полос. Полиция была уверена, что это дело рук гангстеров, круг подозреваемых сузился, но до сих пор никого не арестовали. Джонни Кон вернулся через двое суток поздно вечером, под глазами у него были круги, он осунулся, выглядел усталым. Когда риф открыл ему, он сначала помешкал на пороге, встретившись с ней лицом к лицу. Она молчала, и он заговорил первый. Голос у него был хриплый и бесстрастный. «Диана возвращается», сказал он, «тебе надо выметаться». «Конечно», быстро согласилась риф. «Подожди минуту, я переоденусь в свое платье. Не стоит, Диана возражать не будет». «Но я буду. Мало того, что я трое суток жила у нее в квартире незваной гости, так я еще в благодарность украду ее вещи». «А да, ведь у тебя же есть совесть». «Ну ладно, дело твое, я подожду». Она постаралась сделать вид, что не заметила издевки и побежала в спальню. Когда она снова натянула свое старое черное платье и увидела себя в зеркале, то чуть не зарыдала от отчаяния. Черное платье уничтожило почти все, чего она достигла за эти дни после долгих часов, проведенных у трильяжа. Теперь у нее было худое, бледное лицо, оно казалось помятым и невыразительным. Если она сама себе теперь не нравится, как ей понравится Джонни. Но сказанного не воротишь, теперь нельзя было брать свои слова обратно и снова надевать Диане на платье. Риф вернулась в гостиную, стараясь не глядеть Джонни в глаза. Но он даже внимания не обратил, как она выглядит. «Машина внизу», сказал он. «Пошли». Когда они вышли, она смогла лучше разглядеть машину. Это был длинный, блестящий, навехенький «Шевроле». У Джонни, видимо, водились деньги. Когда они тронулись, Риф наконец спросила. «Ну и что ты решил?» «Решил с чем?» «Насчет меня. Ты все-таки собираешься меня убить, чтобы обезопасить себя наверняка?» Он облизал нижнюю губу. «А ты, говоришь, без обиняков». «Почему же ты не говоришь со мной без обиняков?» «А, Джонни?» «Ну что ж, признаюсь, думал я и об этом. Одно только меня удерживает. Убить тебя это совсем не то, что убить Ника Тейвнера». «А что ты чувствовал, когда убивал его?» «Ничего». «Я ничего не чувствовал. Не больше, чем чувствует человек, когда он убивает крысу». «А со мной было бы иначе?» «Конечно». «Почему?» «Если б я тебя убил, я бы убил человека, который ни в чем не виноват. А уж о Нике ты не скажешь, что он ни в чем не виноват». «Я тоже во многом виновата, Джонни?» «Неправда. Это тебе только кажется. Тебе с твоей совестью. Но мне наплевать, что ты думаешь о себе. Я знаю, ни в чем ты не виновата. Ты хорошая девушка». «И все же ты мог бы меня убить. Ты бы сумел меня пересилить». «Не знаю. Есть еще одна вещь. Это инстинкт самосохранения. А у меня этот инстинкт куда как силен. Ничего не поделаешь. Опасная профессия». Вот так-то вот. Он замолчал и сосредоточенно уставился на шоссе. Она смотрела на Джонни сбоку, и когда его лицо озарялось светом фар встречных машин, видела, как он мучается, и ей было его жаль. «Куда ты меня везешь, Джонни? Сиди спокойно. Разве тебе неприятно прокатиться? А ты действительно везешь меня прокатиться? Или сейчас это так называется? Ты действительно везешь меня прокатиться? Не дури! Джонни, ответь мне!» Он не ответил. Он глядел на бегущую под колеса дорогу и ни разу не обернулся к ней. Они неслись на север. Она не знала этих мест. Она тут никогда не бывала, но знала, что рано или поздно, если они будут ехать в этом направлении, им придется переехать через реку. В ее голове вертелась мысль, что можно сделать? Они еще не доехали до реки, но рано или поздно доедут. И она молча ждала. Она все еще не оставила своего плана. Подробности зависели от обстоятельств, но главная цель была ясна. Это надо сделать. И вдруг, когда они проехали еще несколько миль, она его увидела. Мост. Небольшой низкий мост, а под ним черную грязную воду, в которой отражались огоньки, мерцавшие за рекой. Они ехали прямо к мосту. Интересно, поедет Джонни через мост? Нет. Перед самым мостом от шоссе отходила дорога налево. Джонни повернул на нее и понесся вдоль реки, разрывая фарами темноту. Это может быть ее последняя возможность. Риф закричала «Остановись!». Как она и ожидала, он машинально повиновался, прежде чем успел подумать. Его нога опустилась на тормоз, и машина с визгом остановилась. Размышлять было некогда. Риф распахнула дверцу и ринулась бежать от машины к мосту. Она взбежала на мост, слыша за собой шаги догонявшего ее Джонни. Джонни настиг ее. На это она и рассчитывала еще до того, как она добежала до середины моста. Он схватил ее за плечи, остановил, встряхнул хорошенько и упер в парапет. Несколько секунд они стояли, задыхаясь, прижатые друг к другу, словно обнимались. «Что это ты затеяла?» спросил он грубо, слегка отталкиваясь от нее. «Я хочу снова прыгнуть в воду!» «Какого черта, дура?» «Джонни, ты что, скорее убьешь меня, чем дашь мне покончить с собой?» Он не нашелся, что ответить, и пока он соображал, она слегка высвободилась. Когда она начала говорить, она не притворялась. Она действительно так думала в тот момент. «Джонни, зачем ты тогда вытащил меня из воды? Чтобы я в тебя влюбилась?» «Или это так уж странно, что девушка влюбляется в мужчину, который ее спас?» «Джонни, честное слово, я ни капельки не стала о тебе хуже думать, когда узнала, что ты убил Ника Тейнгнера. Это же не убийство. Я никогда не считала, что это убийство. Он был твой враг, ты убил его из инстинкта самосохранения, а потом, Джонни, ты боялся. Ты меня боялся, я это поняла, потому что я в тебя влюбилась, ты даже не знаешь, как я влюбилась, да я бы скорее померла, чем сделала тебе что-нибудь плохое. Да, Джонни, вот я и хочу умереть, я хочу умереть, чтобы ты больше меня не боялся, но я не хочу, чтобы ты меня убивал, ты бы не смог это так легко пережить, потому что у тебя тоже есть совесть, есть, Джонни, есть, я знаю, и моя смерть была бы у тебя на совести, так дай мне покончить с собой, все будет как до нашей встречи, будто мы и не знали друг друга, будто ты и не спасал меня, только теперь ты не прыгай за мной в воду, понимаешь, Джонни, 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 дорогой, я ведь так тебя люблю. Она вырвалась, вскочила на парапет и бросилась в реку. Мост был невысокий, но ей показалось, что прошла вечность, пока она упала в воду. Она ударилась о воду грудью, и ей стало трудно дышать. Она наглоталась воды и стала судорожно выбираться на поверхность. Плавать она не умела и лишь инстинктивно двигала руками. Риф вынурнула и глотнула воздуха и увидела над собой небо, усыпанное яркими звездами, и на фоне неба Джонни, который облокотился о парапет и смотрел на нее. Нет, она не будет его звать, пусть поступит так, как ему хочется. она доказала, что любит его и знала, чувствовала, что и он ее любит, только боится, боится, что она его выдаст, но теперь она ему доказала, что не нужно ее бояться, теперь он может любить ее спокойно. И когда сейчас он прыгнет в воду и снова спасет ее, это уже будет по-настоящему. Течение затянуло, риф Реннард под мост и звезды на минуту погасли. Когда она выплыла по другую сторону моста, она снова увидела Джонни. Он стоял и тут, у другого парапета. Его лицо белело на фоне звезд, но выражение она не различала. Течение стало быстрее, лицо Джонни уменьшилось, превратилось в крохотную точку, потом исчезло совсем. Остались только звезды. Вода была прохладной и доброй. Доброй. Доброй.